Меня зовут Огни Сварок Владимир. Я являюсь президентом Международной Ассоциации Саморазвития и Целительства Живоярга. Меня зовут Президентом Международной Ассоциации Саморазвития и Целительства Живоярга. Я предлагаю сегодня поговорить о энергии, медитации, здоровье. И я предположу, что мы сегодня поговорим о энергии, медитации, здоровье. Я думаю, что мы будем говорить порядка полтора часа. То есть будет некоторая теория и мы еще сделаем какую-то практику, какую-то медитацию. Итак, мы берем около 1,5 часа, мы делаем теорию и делаем вместе медитацию. Люди, по ваших аурах, многие из вас практикующие люди, это прекрасно. Поэтому я думаю, что многие будут понимать, о чем я говорю. Давайте осознаем, что мы с вами современные люди и перед нами в жизни и перед каждым стоят какие-то свои задачи. Also, мы все социальные люди, модерные люди и перед каждым стоят какие-то свои задачи. Кому-то есть необходимость здоровье вернуть, кому-то нужно создать хорошие отношения. Возможно, перед вами есть задача творческой самореализации или возможно кто-то стремится достичь просветления. Для любой сферы нашей жизни нам нужен инструмент, который поможет его достичь. И для любой сферы, или для любой сферы, мы нуждаем инструмент, который нам помогает, эти цели достижения достижения. И вовлечебство в том, что на самом деле у нас у каждого есть этот инструмент. Это энергия жизни, энергия творения, которая наполняет каждого из нас. Давайте вспомним, что бывает такой день, когда вы отдохнули, вы наполнены энергией, поэтому вы творчески проявляетесь, за этот день много успеваете, много можете сделать. А есть такой день, когда энергии нет вообще, силы нет вообще и сделать ничего невозможно. Возможно, вы помните, что многие из вас замечали, что если вы на природе, то вы можете целый день работать, играть, что-то делать. И в то же время, когда вы в большом скоплении людей на работе, вы можете даже уже до обеда быть усталшим и чувствовать себя не гармоничнее. И думайте, если вы где-то в природе, то вы можете работать и играть весь день или играть весь день, без усталшим. И если вы в большом скоплении людей, например, на работе, то вы можете уже до вечера. С древних времен, у каждого народа, у всего человечества было понимание о том, что с некого центра мироздания идет энергия жизни, которая наполняет каждого из нас. В разных традициях эта энергия называется по-разному. В славянской традиции она называется Жрива, кто-то называет ее Прана, Ки, Чи, Ци и другими именами. Но так или иначе, когда человек имеет доступ к этой энергии, может не наполняться. Благодаря этому он может решать любые свои жизненные задачи. И в любом случае, как мы не можем чего-либо достичь, то в первую очередь у нас не хватает для этого энергии. Давайте поймем, что на самом деле все вокруг нас состоит из энергии. Воздух, огонь, вода, земля, Это грубые проявления энергии жизни, из которых состоит наше тело, Мы дышим воздухом, перерабатываем газы и благодаря этому живем. В наших клетках идет химическая реакция, то есть это огонь химической реакции, благодаря чему мы живем. Воздух, у нас есть вода внутри нашего организма, в виде крови, лимфы, слюны, наших гормонов, благодаря тому, что она приобретает разного рода фракции, мы живем. Воздух, у нас есть хвосты, мышцы. Но когда мы говорим об энергии жизни, давайте осознаем, что это энергия, которая является тоньше тонкого. И если мы говорим об энергии жизни, то мы должны понимать, что эта энергия лучше, чем что-то фракции. И изучая физику, изучая химию, мы знаем, что есть структура, когда есть ядро и вокруг него расположены электроны. Если ядро Атома сделать таким большим, как баскетбольный мяч, то первый электрон на орбите, он будет всего лишь как теннисный мяч, как Кулак, и будет на расстоянии порядка 300 метров. То есть получается, что между Атомом и первым электроном есть пустота, и вот эта пустота наполнена самой тонкой энергией, энергией жизни, которая порождает более грубую энергию. И если мы это так обращаем, то есть между Атомом и электронами есть определенная лярка, которая кислотой энергией, 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 энергией урожает. И таким образом исцеляет свое тело. Еще более тонкий уровень, это энергия времени и пространства. Дело в том, что когда мы говорим об энергии жизни, мы должны понимать, что наша душа, она воплощается многократно, и поэтому мы можем жить в разных телах, в белых, черных, желтых, мы можем жить на этих планетах и на другой планете, то есть наша душа многократно воплощается, она живет во времени и пространстве. И когда мы говорим о наших жизненных задачах, связанных со здоровьем, жизнью, любовью, карьерой, очень часто какие-то наши трудности, они бывают, связанные не с этой жизнью, а с тем, что еще в предыдущих жизнях у нас произошло некие энергоблоки, некие впечатления, самскары, которые сегодня приводят нас к определенным трудностям. И когда мы говорим об определенных условиях, связанных со здоровьем, бизнес-карьерой, бизнес-карьерой, здоровье, 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 если мы в проблемы стоим, то есть не всегда, что в результате в этом мире, но в основном, в основном, в основном, в основном, в основном, в основном, когда мы потеряем энергию или что-то неправильно, то есть мы в этом мире и сейчас тоже трудности. Для того, чтобы решить какие-то свои хронические трудности, которые повторяются в жизни, какие-то кармические задачи, мы опять же работаем живо и благодаря тому, что она имеет себе спектр времени и пространства, она помогает нам производить кармическое исцеление, исцеление кармы. Но кроме тела и души есть самая высшая энергия, самая тонкая энергия духа. И в соответствии с лидической традицией считается, что божественная искра, джива или атма, которая находится внутри нашей души, она выступает основой существования индивидуальной личности. Таким образом, самый высший уровень, самый тонкий уровень живы, это тот уровень, который мы можем назвать божественное сознание. Когда мы говорим о божественном сознании, это то, что еще может называться в христианской традиции святой дух, в другой традиции это может называться трансцедентная ци или каким-то другим образом. Таким образом, когда мы работаем с энергией жизни живой, мы имеем возможность исцелять и гармонизировать свое тело, свою душу и раскрывать свое единство с божественным духом. И так, когда мы работаем с живой энергии, мы можем на первой уровне нашему телу, на втором уровне нашему телу, на втором уровне нашему телу, и на третьей уровне мы работаем с нашим геством, и на втором уровне нашему телу, и на втором уровне нашему телу. Но наши личные энергии нам бывает часто не хватает, чтобы достигнуть тех или иных целей. И поэтому, кроме личного канала, которого бывает достаточно мало, человек может получить канал посвящения намного более шире, намного более больше, и может получить больше мощности. Благодаря тому, что существует цепь ученической преемственности, которая состоит из просветленных душ, просветленных мастеров, мы получаем дополнительный канал энергии и силы, который дает нам возможность управлять реальностью, влиять на эту реальность, способствовать исцелению, гармонизации и достижению нужного. И благодаря этой лошадиным-пространством, которая в многих лет назад, мы должны понимать, что в результате очень ярко-логе пасы, очень сильные энергетические пасы, или с нежными пасы, и это помогает нам, чтобы мы взяли через эту реальность, по-разному, к этому, по-разному, 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 Продолжение следует... 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 И мы с вами вырежем часть ауры человека и будем рассматривать его как график, чтобы это было нам удобно. И таким образом мы с вами поймем, откуда у нас возникают трудности и как устроено наше жизнь. И мы сейчас будем говорить о тонких энергетических телах. Я хочу, чтобы вы для себя еще раз осознали, что это не является какой-то эзотерической выдумкой, что на сегодняшнем время есть приборы, которые например фотографируют ауры, то есть вот например Кирлян эффект, да, то есть аура действительно присутствует и она существует не только у человека, но и у животных и у растений. И я хочу, чтобы вы еще раз осознали, что это не эзотерические произведения и так далее. Давайте мы с вами на примере тонких тел, тонких оболочек разберемся, откуда у человека возникают жизненные трудности и соответственно, как с ними работать. И на самом верхнем оболочке человека, это атмосферская оболочка. На которой записано наше предназначение. И на которой записано наше предназначение. Когда я говорю предназначение, это то, что на Санскрите звучит как Дхарма. Возможно нам может казаться, что мы можем делать что угодно, что мы родились на планете Земля и мы можем поступать как хотим, но на самом деле наша душа изначально в божественном мире договаривается с другими душами, божественными душами. И когда мы приходим сюда, мы обязательно исполняем какую-то роль, какое-то значение. И это может быть, что человек, что, если человек, какие-то работы и тщения с задачами, и своим логичным Верстанем нашеферт. Летценностью всегда есть то, что, если она, если она еще в этой геттской Welt, то, что, во время она в живот и в воде, вещественное и вещество, вещественные программы для себя. когда человек следует своему предназначению, он чувствует радость и счастье жизни. У него такое ощущение, что он самореализуется, его жизнь наполняет смыслом глубиной, он един с окружающим миром и живет в мире. Когда мы говорим следовать своему предназначению, в разных традициях можно назвать по-разному, следовать Дао или следовать своему сердцу, это все идет речь о исполнении своего предназначения. И если вы говорите о других традициях, то есть также есть такие слова, чтобы следовать Дао, например, для Даоистов, или следовать за речь о сердце. Наши предназначения проявляются нашими ценностями и мотивами. То есть это то, что мы стремимся делать и мы не можем этого не делать. Например, я знаю разных таких людей. Я знаю человека, который всю свою жизнь занимается бизнесом и кроме бизнеса он никогда не занимался. И я знаю другого человека, который всю свою жизнь занимается боевыми искусствами. То есть ему 70 лет и из них 65 лет он занимается боевыми искусствами. И когда я сталкиваюсь с такими людьми и спрашиваю их, почему вы этим занимаетесь? Они не могут объяснить, почему они это делают. Они говорят, это моя внутренняя природа, я не могу этого не делать. Если вы задумаетесь, то у каждого из вас есть определенные жизненные ценности, определенные мотивы, которые проявляются деятельностью, которую вы не можете не делать. Вы ее делаете и это принесет вам удовольствие и радость и счастье. И если вы думаете о вас, то у каждого из вас есть определенные ценности, которые вы делаете, которые вы делаете, у меня есть определенные ценности и ценности. И наши ценности и ценности, они соотносятся с той оболочкой, которая называется будхическая. Наши ценности и мотивы, которые нам привили родители или мы под влиянием внешней среды там начались чему-то там стремиться. Это то, с чем мы рождаемся, это врожденные наши ценности и мотивы. Наши ценности и мотивы являются событиями и ситуациями в нашей жизни. Когда я говорю про события и ситуации в вашей жизни, вы должны понимать, что события и ситуации являются отображением ваших жизненных ценностей. Поэтому человек, который интересуется бизнесом, он будет ходить на бизнес-семинары, он будет проходить бизнес-обучение. То есть его интересует бизнес, но если у него спросить, а сколько раз ты ходил на спортивные соревнования или занимался боевыми искусствами, он скажет, о чем говоришь, зачем мне это? И если вы такой бизнесмен, который рассчитывает, то если он себя готовит, то он будет посетить бизнес-транения, учащения, он будет ходить в этом направлении, он будет продолжать по этому направлению. И если он спросит, что ты уже в этом спортивном тренинде, то он будет спросить, что это вообще? Таким образом осознайте, что события и ситуации в вашей жизни, они напрямую зависит от ваших жизненных ценностей и мотивов. Поэтому нужно понять, что события и ситуации в вашей жизни именно с нашими ценностей и ценностей связаны. Если вы в душу стремились к чему-то другому, с вами происходили другие события и ситуации. Если вы в душу стремились к чему-то другому, то будут другие события и ситуации в вашей жизни. События и ситуации соответствуют к каузальному телу. Но события и ситуации бывают позитивные, бывают негативные. Соответственно, в любом случае они рождают мысли. И поэтому, когда мы обдумываем, что с нами произошло, мы думаем, и это является нашими мыслями. Таким образом, события и ситуации рождают мысли. Мысли это проявление ментальной оболочки. Мысли рождают наши эмоции. То есть эмоции это проявление нашей эмоциональной оболочки. Эмоции потом опускаются и мы начинаем прямо на коже ощущать себя большими, радостными, счастливыми или наоборот мы начинаем жиматься. То есть эмоции приводят к неким ощущениям на коже. Эмоции приводят к неким ощущениям на коже. Эмоции приводят к тому, что мы начинаем что-то чувствовать внутри тела или с нашим телом что-то происходит. Эмоции приводят к неким ощущениям на коже, это эфирной оболочки. Ну и ощущения внутри тела, это телесная оболочка, телесная оболочка. Давайте осознаем, что имея свое предназначение, нам дается энергия жизни, энергия творения. Эта божественная энергия, она соединяет себя энергию духа и энергию тела. Эта божественная энергия, это эфирная энергия, это эфирная и эфирная энергия. Жи и Ва. И она говорит Жи и Ва, эти два предназначения. Так же как Ян и Инь. Имея свое предназначение, тот путь, ради которого вы родились, для того, чтобы быть счастливым и целостным, мы не всегда его осознаем. Потому что он написан в наших тонких оболочках. На этом жизненном пути конечно же нас ждут определенного рода испытания, проходя которые мы становимся лучше, сильнее и больше. Но проблема в том, что не все люди медитируют, очень часто люди много думают вместо того чтобы получать информацию напрямую из божественного духа из своего сердца. Таким образом, вместо того чтобы следовать своему сердцу, следовать своему пути, мы часто на уровне Логики придумаем какие-то и не верные пути, которые приводят нас к трудностям. И вместо того, чтобы он на эти уровни идут и это прямо лист, мы пытаемся, мы с нашим логичным пониманием, что нам что-то нефаян, что-то нефаян, что-то нефаян, что-то нефаян, что-то нефаян. Например, человек родился для того чтобы быть художником. Это его предназначение. И он получает для этого энергии, благословение и силы. Например, например, человек родился, чтобы быть художником. Это был Weg для его определения. И поэтому он получает от этого универсума какое-то энергии потенциал, чтобы его реализовать. Но в то же время, когда он начинает расти, родители ему начинают рассказывать, давай ты станешь адвокатом. Адвокаты зарабатывают много денег, это более успешная профессия, зачем тебе быть художником, становись адвокатом. И если это ребенок так растет, начинают его воплощать, да, ты должен быть лучше адвокатом. Адвокат ты получаешь больше денег, это более профессиональный профессиональный профессиональный. Ласк это с риском или с кем-то, с кем-то, с кем-то. Что тогда происходит? Когда мы занимаемся не той деятельности, для которой мы родились, в некоторое время, даже если мы материально успешны, у нас возникает ощущение пустоты и бессмысленности нашей жизни. Адвокат, когда мы материально успешны, у нас возникает ощущение пустоты и неудовлетворенности. Материально вроде бы все хорошо, но в душе почему-то плохо и вот это ощущение негатива, оно может быть происходить годами. Материально может быть все в порядке, но это внутреннее ощущение пустоты и неудовлетворенности, и это может быть очень много лет назад. И потому что человек, как и своим путем, целая энергия жизни внутри него, в результате стресса, распадается на жизнь и вах. И потому, что он, человек, получил внутренний распад энергии, он начинает привлекать к себе негативные события и ситуации. Внутренний распад внутри человека, по принципу подобное притягивает подобное, притягивает такой же распад из окружающего мира, и поэтому с человеком проходит какая-то жизненная Катастрофа. И этот принцип, это同じ, это同じ, который имеет отношения к себе суться к себе, который также имеет негативное, которое реагирует в то, что является в том, что в то, что происходит с проблемами, конфликты и сложности. Например, может случиться, что-то неприятное в его жизни. Он может очень сильно заболеть, у него может украсть машину, у него может сгореть дом, у него может сгореть дом, рухнуть бизнес или развалиться семья. То есть с ним может происходить что-то очень не гармоничное в его жизни. И это может произойти очень дисгармоничное в его жизни. Как-то как-то издание, как-то издание, что-то издание, или плохая боль, или что-то издание, или он уничтожает, и уничтожает подобная скатастрация. А тут вопрос есть, можно? Да, конечно. Дирк, твоя вопроса? Он говорит, спрашивает, как найти свое предназначение и свой путь, потому что он уже 30 лет, много неудач, и он себя не чувствует на своем пути. Ну, мы, когда будем с вами изучать практику живы, сейчас мы знакомимся, и я вас вдохновляю для того, чтобы мы, скажем так, записались на курс и начали изучать живу. И там мы будем делать практики, которые в том числе направлены на достижение и понимание своего пути, своего предназначения. И это делается с помощью определенных медитаций, есть определенные техники, которые позволяют этого достичь или понять. Ну, я хочу betов ciel на живу Курс, для жива Уزбил fights. Сегодня такое У Castелл Dead BB Mysterios, для того, как вы читаете уров甥, по-нас occupation ставьте под что-то не sel powём в жизни, когда мы ваю лично ernst в рас bringение, поэтому мы полностью с dared постем изучатьими глубости, куда мы занимаемся подожденную технику, и мы of Ergebnis herausfinden, Мы занимаемся Живой, и мы занимаемся Живой по принципу, что все возможно. А если есть что-то невозможное, так это означает, что просто для этого нужно больше времени для практики и для медитации, чтобы это стало возможно. И если что-то невозможно, значит, что нужно больше времени для практики, то есть медитировать, чтобы это возможно. На уровне высших оболочек, каждый человек знает свое предназначение, на уровне души и духа. Но часто человек не медитирует, не практикует и поэтому ему недоступна эта сознание. Он может только чувствовать, что вот это не подходит, вот это не подходит, но что его он не понимает. Потому что для того, чтобы надо понять, нужно подняться туда, то есть для этого нужна энергия. И эти информации, как я сказал, на их высоте, то есть для высоте энергии. И можно понять, чтобы туда идти, чтобы туда идти, чтобы это было. А сонтенными мы всегда находимся в миттере, в мантере, в мантере, в мантере. Мы спеем, что что-то не так, мы спеем, что это не нашим, но эта информация не должна быть. Итак, давайте мы вернемся и еще раз поймем, что когда мы не следуем своему предназначению… Also, мы вернемся к вопросу, если мы понимаем, что предназначение, это не означает, иметь вот такую работу, работать бухгалтером или быть полицейским. Предназначение – это некая функция, которую мы делаем в этом мире. Поэтому это предназначение может быть в разных видах деятельности, но это будет одно и то же. Поэтому предназначение может быть в разных видах деятельностях или даже в разных видах деятельностях. Но в принципе это же функция на этом мире. Ну вот, из 46 лет своей жизни я 43 учусь и учу. Но я учу разному и учусь разному. Но всегда учусь или учу. Но я учусь различные вещи или учусь различные вещи. И я учусь различные вещи, но это значит, что учусь или учусь. Итак, когда человек, не осознавая своего предназначения, он таким образом не может ему следовать. И поэтому он нарушает свои ценности, он нарушает свои мотивы и от этого начинает страдать. Это страдание приводит к его событиям и ситуациям. И это внутреннее Лествие, когда распавшаяся энергия внутри него, притягивает такую же энергию из окружающего мира. Когда человек попадает в такие же энергии из окружающего мира. Поэтому человек попадает в негативные события и ситуации. Цель которых заключается в том, чтобы он вернулся к своему золотому пути. То есть его душа, с помощью этих жизненных трудностей, вдохновляет его вернулся к своему самому лучшему пути предназначению. И это должно привести к своему миру, чтобы он вернулся к своему миру. Распавшаяся энергия на уровне событий и ситуаций превращается негативными мыслями. Негативные мысли проявляются негативными эмоциями. Негативные эмоции проявляются негативными ощущениями на коже. 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 Давайте еще раз осознаем, что если в теле появилась болезнь, это значит у нас есть распад, распавшаяся энергия на всех верхних оболочках. И нам нужна энергия жизни для того, чтобы мы могли растворить вот этот Негатив, который есть на этих оболочках. И нам нужна эта энергия, чтобы это Негатив на всех этих оболочках, что-то более тонкое, которое растворяет то, что стало негармоничным. И что-то, что еще длиннее или длиннее, что-то не гармоничное, что-то не гармоничное и что-то на грубых оболочках. Я всегда привожу такой пример. Вы купили чайник, вы закипели его раз, закипели два, три, четыре, пять, десять, сто. Он был чистый новый чайник. После многого раза, когда закипала вода, у вас появляется Нагиб на стенках чайника. И вот эта распавшаяся энергия в теле человека проявляется точно так же. Когда вы находите состояние стресса, то происходит распад энергии и в вашем теле образуются энергоблоки. И именно эти энергоблоки становятся причиной тех или иных жизненных ваших трудностей. Но кроме этого есть еще одна вещь, которую многие люди не осознают. В 1927 году Нильсон, Борг и Гейзенберг проводили физические эксперименты. В 1927 году Нильсон, Борг и Гейзенберг проводили физическое эксперимент. Они хотели выяснить, чем является луч света? Является ли он потоком частичек, фотонов, или он является некой энергией, волной? Они хотели выяснить, что свет – это поток частичек, поток фотонов. Другая группа ученых верила в то, что свет – это волна, это движение энергии, волны энергии. В результате физического эксперимента каждая группа подтвердила, одни подтвердили, что свет – это поток фотонов, другие подтвердили, что это волна, что это некая энергетическая волна. И в результате этого эксперимента показала, что свет – это волна, что 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 это волна. Это абсолютно противоположные два результаты. В результате они поняли, что человек, наблюдатель, тот, который наблюдает эксперимент, он своей волей, когда хочет получить такой результат, он влияет на окружающую реальность, и свет таким образом меняется под влиянием воли человека, и человек получает или поток фотонов, или энергетическую волну. И вот исследуем, что из нашего сердца начинает выпить энергии энергии жизни. И он идет через образы нашей души, через картинки, самскары. И благодаря этому мы с вами материализируем окружающую Реальность. Подобно тому, как диафильм свет светит через слайд и мы получаем от свет на стене. Если мы увеличим количество энергии, увеличим поток Живы, у нас получается достаточно энергии, чтобы растворить негативные образы. И усилить позитивные, и соответственно их материализировать. Но это еще не все. Мы с вами живем в квантовом мире. Мы живем в квантовом мире, которая одновременно состоит из многих вариантов Реальность. И если наша сегодняшняя жизнь нас не удовлетворяет, но мы увеличили количество энергии, которое мы можем посылать. Мы увеличили количество энергии, которое мы можем посылать. И когда мы увеличим поток энергии и избавляемся от негативных образов, если мы увеличим поток энергии и избавляемся от этих негативных эмоций, мы выходим на другой вариант Реальность. Мы материализируем другой вариант Реальность. Гимн, мы на другой уровне Реальность. Причем, мы материализируем другую Реальность. Таким образом у нас наша жизнь меняется и мы имеем возможность получать все эти вещи, которые были раньше для нас недоступны. Здоровье, отношения, карьеры, то, к чему стремимся. Мы с Евгением планируем с 1. Сентября начать преподавание один раз в неделю, курсы по работе живы. Для того, чтобы все те, кто интересуется и те, кто готов практиковать, медитировать, заниматься энергетическими практиками, мы могли становиться здоровыми, успешными, реализовываться в жизни и таким образом способствовать тому, чтобы света, любви, добра, счастья и гармонии в мире было больше. Таким образом, мы с вами можем материализировать события и управлять реальность. Почему мы можем материализировать события и unsere реальность? В поле живы у меня такой смысл, что мы с вами проходим камень, растение, животное, человек. И вот когда мы прошли камень, растение, животное, человек, мы имеем возможность становиться высшими душами или то, что еще называется ангелами, а в дальнейшем мы имеем возможность становиться божественными силами, божествами, которые могут создавать отдельно взятые вселенные. Божественная жизнь. Благодаря тому, что мы находились на уровне камней, мы смогли создать свои кости. Благодаря тому, что мы находились на уровне растений, мы можем создать свои мышцы. И нам на самом деле не нужна никакая химия, никакие таблетки. Вот все, что есть в природе, фрукты, овощи, все это может быть нам полезным, помогать исцелению, здоровью. Когда мы пребывали на уровне животных, мы постегали эмоции. Мы учились эмоциями. И поэтому о людях могут сказать, он упрямый как осел, он злой как волк, он трусливый как заяц. То есть находясь на уровне животных, мы учились эмоциями. На уровне животных, мы учились эмоциями. На уровне человек, мы постегаем законы мироздания. Но кроме того, что мы постигаем законы Мироздания, мы учимся с вами материализовать Реальность. И поэтому время от времени каждый человек попадает в такую жизненную ситуацию, когда его материальные средства или возможности достичь чего-то не хватает. И он тогда должен проявить силу своей души, силу мысли, силу энергии для того, чтобы материализовать Реальность. И мы здесь находимся как раз для того, чтобы в том числе научиться и этому. И каждый из нас стоит в определенном моменте в жизни, в котором свои финансы, свои силы и энергии не хватает, чтобы материализировать. Более того, во что мы больше верим, то и мы материализуем. Поэтому если мы верим в плохое, мы материализуем какие-то плохие варианты Реальности. Если мы верим в что-то позитивное, то мы формируем позитивную Реальность. Я предлагаю вам научиться практиковать живу, раскрыть в себе больший поток энергии, для того, чтобы вы могли глубже понимать себя на всех оболочках своей Ауры и более качественно влиять на окружающую Реальность. Это как раз вся эта теория, которую хотел нас сегодня рассказать. Если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. А потом мы сделаем с вами медитативную практику. Данах мы делаем вместе медитативную практику. Данах мы делаем медитативную практику. Данах мы делаем в комментариях, пожалуйста, или в микро и в микро и вверх и вверх и вверх. Если какие-то вопросы, хотелось бы что-либо уточнить. Если у вас есть вопросы, то мы что-либо сказать, что-либо уточняем? А, да. Гюнтер? Гюнтер? Гюнтер, да, сейчас. Гюнтер, да, сейчас, окей. Он говорит, у него сейчас пока единственный вопрос, какие из твоих книг уже может переведены на немецкий. Ну, это надо тебе спрашивать, что вы там переведете. Гюнтер, да, 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 да. Гюнтер, да, 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 да. Я хочу сказать, что, несмотря на то, что я уже написал там порядка 15 книг, но книга это все равно логика, это информация. А работа с энергией это состояние. И когда мы поднимаемся в более тонкое состояние, знание рождается внутри нас. Это личное знание, которое нужно именно этому человеку, которое соответствует его Душе. То есть оно возникает как некое озарение, как результат медитации. Это личное знание, которое соответствует личное знание, индивидуально, для каждого человека лично, и это то, что вы должны понимать. И это как раз его личное знание, как шедевоизнение. Поэтому читать книги это очень хорошо или полезно, но для того, чтобы достигнуть высокого уровня, необходимо медитаться, и в том числе медитаться без образов, когда мы поднимаемся в мир непроявленного бытия и напрямую соединяемся с знаниями. И книги это очень хорошо и очень полезно, но для того, чтобы сделать это второй Аспект своей особенности, чтобы мы поднимаемся в медитацию, и в которых мы поднимаемся в медитацию, когда мы все обеи и конецы принялись в себе, это очень важно. Поэтому нужно личный опыт и мы один раз в неделю занимаемся, это дает прекрасные результаты. Она говорит, Кристина, что вот эти ступени, минерали, растения, животные, то, что касается строения костей, мышц, она не совсем поняла, как это действует. То есть это связано как-то с разными вибрациями или частотами? Речь идет о том, что для того, чтобы пребывать на каком-то уровне, душа должна иметь опыт и знания. То есть если мы сейчас возьмем доктора медицинских наук, который преподает Анатомию, и начнем его очень детально расспрашивать о строении костей и о их внутренней тонкой структуре, все равно будут какие-то тонкие моменты, в которых, ну скажем так, нету информации и нету знания о том, что это и как это. Но благодаря тому, что мы как души были воплощены в минеральном царстве, мы получили опыт, знания, единство с минеральным царством. И поэтому, когда мы уже находимся на уровне человеческого тела, мы автоматически, intuitивно, используя это знание, создаем свои кости. И если мы улучшили в минеральном царстве, то есть как в виду розетку, как в минеральном царстве, то есть как в26-царицей, сделаем какие-то все энергии, что поменят мышцы и на тар запасы? Тогда эта Erfahrung создает Минералии, которые к ногам, и создает и создает Минералии. Когда мы находимся на уровне растений, мы таким образом научились формировать свое тело, и поэтому мы на сегодняшнее время сформировали свои мышцы, и таким образом мы можем постигать мир через чувственные ощущения. И в этом пляжном районе мы научились, чтобы построить тело, определенные формы и структуры, чтобы построить тело, и это приводит к тому, что можно построить в человеческом и человеческом районе мышцы структуры, которые тоже фаденформируют. И мы уже здесь имеем определенные импульсы, которые связаны с чувствами, и приводит к тому, как все это происходит. На уровне животного мы с вами изучали эмоции, и благодаря этому мы можем испытывать разные эмоции, потому что мы научились и сформировали эмоциональную оболочку. На уровне животного мы научились, мы научились verschiedene эмоции, мы научились, эти эмоции спереть, изображать. Поэтому мы также способны, как люди, эти эмоции снова из глубины в памяти, и, как говорится, и они также понимают, что они не могут понять и понять. На уровне человека мы развиваем свой ум и разум, мы развиваем свое сознание. На уровне человека мы развиваем, как мы понимаем, как мы понимаем, как мы понимаем, как мы понимаем, что если мы возьмем, как пример, Творца Вселенной, то есть славяне его называли Сварог, в Индии его называли Брахма, то вся Вселенная это его тело. И чтобы создать Вселенную как свое тело, ему пришлось пройти вот этот путь камня, растения, животного, человека, стать божеством, и потом дойти до уровня Демиурга. Поэтому, когда мы находимся на уровне человека, это лишь одна из ступеней нашей эволюции, на которой мы должны научиться жить, для того, чтобы подняться еще выше. И на человеческом этапе есть только эволюции, и есть также определенные опыты, определенные способности, определенные способности. И если мы это все обслуживали, и наши премистрированы, мы можем на уровне на уровне этих защитников, то, что это все обслуживали. но это ты тоже должен сказать с физической керпи модуль b с работой с селенте модуль c с работой с финанси с вольства и стуфе 2 мы работаем в тему это ненемься карма-халу мы работаем с различными Аспекциями индивидуэллес карма стаммскарма и так далее можно сказать что обучение за 3 года мы сейчас с первым с апрелом с прошлым годом есть более чем один год и группа стуфе 2 модуль б и 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 Ausbildung 100 Euro pro Monat. Also das kann sich dann jeder so ausrechnen, wie er möchte und so zahlen, wie er möchte. Und das ist im Vergleich zu anderen Ausbildungen und dafür, was man hier bekommt, ist es quasi sehr, sehr günstig. Unter der Berücksichtigung auch, dass der Wladimir nicht die vollen 100 Euro bekommt, sondern dass ich als Mitorganisator oder Mitveranstalter und Übersetzer auch einen Teil davon für mich behalte. Genau, man kann auch quer einsteigen, aber es ist besser. Wladimir, скажи, пожалуйста, пару слов. Кто-то уже у тебя через Urany-центrum проходил какие-то семинары. Lutsche ему начать уже потом или лучше начинать сначала в качестве повторения? Ну, например, Евгений тоже проходил у меня в свое время семинары, то есть Urany. Поэтому дело в чем? Дело в том, что есть такой как бы курс упрощенный, когда мы его даем за два дня. И есть курс, когда мы делаем его расширенно. И поэтому, поскольку мы имеем возможность заниматься раз в неделю, это получается более глубокое обучение, которое, ну, назовем это так, более целостно создает восприятие мира. Поэтому нет ничего страшного, человек повторит что-то, да? То есть он от этого еще более глубже будет понимать, более качественно работать с потоком жизни. Ну, это и так далее. Ich habe auch damals einige Seminare gemacht über das Orania-Zentrum. Und damals waren es Wochenend-Ausbildungen, dass man quasi ein Modul auf zwei Tage macht. Und ihr müsst verstehen, dass diese Online-Ausbildung, man nimmt sich dafür ein Modul, nicht zwei Tage Zeit, sondern zehn bis 14 Tage. Das ist eine vertiefte Ausbildung. Das ist auch eine lange Zeit, wo man viel üben kann. Und das ist quasi eine ganz andere Qualität und Quantität der Ausbildung. Deshalb macht es tatsächlich Sinn, auch von neu mit einzusteigen. Zum einen für die Wiederholung, zum anderen für die Vertiefung des Stoffes. Da ist noch etwas. Sie sagt, dass es für mich eine neue und sehr interessant ist. Danke dir, Владимир. Insofern kann man sagen, dass meine Schmerzen schon die vorherigen Stoffen übernommen hat. Da sind wir растen und животen. Ja, da, da. Da sind wir schon Leute, natürlich haben wir diese Stoffen übernommen. Weil wir alle Menschen sind, haben wir diese Stoffen bereits durchwandert und die Erfahrungen auch gesammelt. Also deshalb können wir auch hier als Menschen inkarnieren, weil wir das bereits abgeschlossen und hinter uns haben. Also Marco, was Marco hier schreibt, hat er auch schon Kurse in Deutschland belegt, als Wladimir 2015 bis 2018 die Möglichkeit hatte, einige Mal hier, genau, einige Mal hier Ausbildungen zu machen, so Wochenenseminare. Es ist, wie gesagt, dieses Format mit dem Zoom wirklich gut, dass man viel mehr Zeit hat, um Fragen zu stellen, viel mehr Zeit auch, um individuell, also in der Gruppe, mit jedem Einzelnen mehr zu arbeiten und ausführlicher zu arbeiten. Und ja, so, genau. Ну и как будем дальше продолжать? Ну, допустим, с регистрацией, с записью на Seminar. Also, wir Interesse haben, es geht weiter. Ich habe geguckt, das ist Dienstag, ich schreibe das in den Chat, 5. September und dann beginnt, ist 19.30 Uhr. Genau, Anmeldungen, könnt ihr euch bei mir, ich erstelle dann eine Liste, das ist die WhatsApp-Nummer oder an die Yogaschule, eine Nachricht schreiben mit Namen und so weiter. Wir haben eine Telegram-Gruppe, in der quasi die Gruppe 1 schon drin ist und in dieser Telegram-Gruppe gibt es dann einen Link, immer kurz bevor die Veranstaltung beginnt. Es gibt zu jeder Veranstaltung eine Videoaufnahme, die man dann nachholen kann. Es gibt immer so eine kleine Aufgabe, welche Übungen man macht dann durch die Woche hindurch. Und wer Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden, dann unter diesen Nummern und Kontakten. Also warum die Zoom-Ausbildung noch gut ist, weil man ja auch ein Video bekommt. Man kann sehr tief in ein Thema hineingehen und quasi das Video, wenn man eine bestimmte Übung hat oder eine bestimmte Sequenz hat, kann man ja das mehrmals nochmal durchschauen und nur auf einen gewissen Teil des Ausbildungstages tiefer eingehen, wenn man möchte. Man kann ein gewisses Feedback aufbauen, indem man Fragen stellt oder Kontakt aufbaut zum Meister oder zu mir als Übersetzer. Man kann auch die Woche darauf dann Fragen stellen und sagen, okay, da hat es bei mir nicht so geklappt oder was habe ich hier vielleicht falsch gemacht oder man erzielt positive Resultate und teilt es mit der Gruppe. Und dann kann man, wie gesagt, wenn irgendwas nicht so hinhaut, nochmal darauf eingehen. Und wenn was hinhaut, kann man auch die anderen begeistern, dass man was geschafft hat, tatsächlich umzusetzen oder was zu realisieren. Kommen wir, es gibt eine Gruppe Praktikatorien und sie helfen uns zu uns. Wenn man eine wichtige Situation hat, dann kann man eine Gruppe meditieren, erzeugen ihre Energie, um zu harmonischem Lösungen ihrer Lebenssituation zu helfen. Und es gibt ja auch eine Gruppe, also man praktiziert in der Gruppe mit und die Gruppe hat auch eine gewisse Dynamik und kann einen unterstützen, wenn bei einem Gruppenteilnehmer so eine wichtige Lebenssituation ist oder ein Problem ist, welches er teilen möchte und die Gruppe dann mitarbeitet, ist es dann umso besser, weil die Gruppe ihn meditativ und energetisch unterstützt in seinen Lebenslagen. Und so, wenn wir diese Information nach und nach arbeiten, lernen wir quasi auf unsere Realität einzuwirken, es zum Positiven zu verändern, unsere Probleme aufzulösen und quasi ein besseres Leben für uns selbst zu kreieren. Okay, Günther, hat er noch eine Frage? Keine Frage, sondern eine Feststellung. Ich wollte nur sagen, dass ich sehr glücklich bin, denn da geht jetzt ein großer Wunsch von mir in Erfüllung. Ja, er sagt, dass er sehr glücklich ist, dass wir heute eine solche Möglichkeit haben, weil er seine Wille oder sogar eine мечte beginnt, dass wir so ein Kurs werden. Und also wir haben jetzt mittlerweile über ein Jahr Erfahrung jetzt in dieser Zoom-Ausbildung und wir haben Leute, die jetzt über ein Jahr dabei sind und quasi schon die zweite Stufe bald abschließen werden. Also ich denke mal Ende dieses Jahres. Also es ist ja der Marco hier, der auch in den Chat geschrieben hat, der ist aus der ersten Gruppe dabei, wer Fragen hat, kann direkt sich an ihn wenden und ihm Fragen stellen, wie es ihm ergeht und wie er damit zufrieden ist. Und wir haben auch die Susanne, die Sabine sind hier dabei, die haben auch schon Ausbildungen hier mitgebracht, die sind in der Ausbildung dabei. Die Alexandra wollte etwas bestätigen. Alexandra, möchtest du noch was sagen? Ja, ich wollte bestätigen, dass das mit der Telegram-Gruppe und mit dem Zoom einfach fantastisch ist. Das funktioniert einwandfrei. Und wenn man Fragen hat, bekommt man wirklich innerhalb kürzester Zeit Antwort. Sollte ein Teilnehmer oder andere Teilnehmer keine Antwort haben, gibt Eugen spätestens zwei Stunden später Antwort. Und wenn Eugen auch keine Antwort hat, dann meldet er sich bei Wladimir und man bekommt spätestens am nächsten Tag Antwort. Also ich kann nur bestätigen, dass es funktioniert hervorragend. Sie sagt, dass die Telegram-Gruppe sehr gut ist. Und so eine sehr aktivität, dass die Teilnehmer unterstützt hat. прям, не нужно долго ждать кого-то, если участники не знают ответ на вопрос, то я там включаюсь, могу через часа два ответить, если я не знаю ответ, то обращаюсь к тебе, то от тебя уже ответ идет, поэтому такой формат Zoom и формат группы в Телеграме очень эффективен для обучения. Еще там что-то кто-то написал? Как называется эта группа, и можно ли уже туда посмотреть или добавиться, но эта группа для активных участников, я думаю, это уже будет новая группа, ну, для тех, кто сейчас интересуется. Скажи им, что это будет новая группа, но если кто-то хочет повторно пройти, мы так же, пожалуйста. Also, мы уже создали новую группу, мы сейчас создали две группы, первая была немного größer, там уже стуфа 2, модуль B, они уже закончили за несколько месяцев, и это это как-то 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 классе, это, скажем я, сейчас, они уже в 2. классе гганген, или вы в 1. классе, вы начали, möchte und ihr werdet dann unter euch bleiben in eurer Gruppe, weil die Gruppe 2, das sind immer geschlossene Gruppen, Leute, die halt quasi für die Ausbildung schon die Gebühr bezahlt haben und da bekommen sie auch die Links quasi naja, auf der Stufe, auf der sie quasi gerade sind. Aber wer jetzt sich bei mir anmeldet, da machen wir eine neue Gruppe und da werde ich auch ein paar Videos, die offen zur Verfügung stehen auf unserem YouTube-Kanal auch dort nochmal reintun, da könnt ihr euch schon mal einen besseren Überblick verschaffen. Das wird erstmal die Gruppe von Interessenten sein, das haben wir auch so gemacht und wer dann tatsächlich bis 5. September bleibt und noch länger, der bleibt in der Gruppe, Leute, die halt kein Interesse dabei haben, direkt in die Ausbildung einzusteigen, die werden dann aus der Gruppe entfernt. Wir machen eine Praktik zusammen. Und ich schlage vor, dass wir das nächste Mal vielleicht mehr auf die eigene Bestimmung ein Gehen, Meditativ, а ich jetzt, подожди, Владимир, скажu, dass wir, наверное, noch ein, das noch eine открыtee меропriete machen machen, dass wir noch eine, zwei, vielleicht sogar mehr solche offenen Veranstaltungen, da wird Wladimir uns das nächste Mal ein bisschen mehr erzählen, weil das ist auch eine sehr interessante und wichtige Frage. Давайте мы сейчас наполнимся потоком Живы, для того, чтобы гармонизировать себя и поток жизни на уровне каждой Чакры. Und wir werden jetzt eine Meditation machen, um uns mit der Живы-Energie zu fühlen, um mehr Lebensenergie aufzunehmen und die Energie in jedes Chakra hineinfließen zu lassen. Ну, у кого есть поток Живы, давайте войдем в поток Живы. Wer die Initierung schon hat, wir gehen in den Жива-Strom. Заву свет изначально, Матушка Жива, приди. Ich rufe dich ursprüngliches Licht, Müttechen Жива kommt zu mir. У кого нету потока Живы, сосредоточьтесь на своем духовном сердце. Wer noch keine Initierung hat, konzentriert euch auf eurem spirituellen Herzen, im Brusskorb. И мысленно послите туда поток Света, поток Любви. И мысленно сходим в голове белый золотой шарик позволите себе увидеть, почувствовать, ощутить у себя в голове белый золотой шарик erlaubt es euch zu sehen, zu fühlen diese golden weiße energetische kugel im Zentrum des Kopfes и мы переносим туда свое сознание и этим шариком начинаем опускаться в солнечное сплетение и с солнечного сплетения посмотрите вверх позволите себе увидеть, почувствовать канал света, который соединяет вас со Всевышним вы видите, что вы соединены с центром мира здания и мы начинаем по этому каналу света подниматься вверх и мы поднимаемся выше и выше поднимаемся на уровень Туч и начинаем подниматься своим сознанием еще выше в многомерное пространство выше и выше и вот уже планета Земля становится маленьким голубым шариком где-то там внизу и мы поднимаемся еще выше на уровень Духа и где-то там вверху есть свет и мы начинаем подниматься к этому свету и мы входим в этот свет и мы входим в этот океан света и мы входим в этот океан света и мы открываемся навстречу этому океану и сами становимся океаном и мы входим в этот океан океан света энергии жизни и любви Мы раскроем все фибры своей души и становимся едины с этим уровнем Духа. Мы смотрим вниз и осознаем, что прямо от вас исходят мириады, мириады лучиков. На конце одного лучика, солнце, земля, предметы, люди, все эти лучики, в конечном итоге проявляется чем-то материальным. И здесь и сейчас мы осознаем, что Дух является основой всего Существа. И где-то там на земле ваше человеческое тело. И мы собираем весь этот поток божественной энергии жизни. И мы собираем весь этот поток божественной энергии жизни. Энергии Любви, Творения. Энергии der Liebe и der Шепфу. И мощным водопадом, мощным потоком опускаем туда к себе вниз. И мы начинаем опускаться вместе с этим потоком. И мы возвращаемся вместе с этим потоком вниз. Ниже и ниже. И мы начинаем опускаться уже на уровень Туч. И вот уже мы опускаемся на уровень своего тела. И прямо сейчас мы раскрываем фиолетовую Чакру у себя на Макушке. И мы опускаемся на фиолетовую Чакру. И мы открываем ее белой, золотой энергией жизни. И мы позволим себе восстановить свою связь со Всевышним, с Божественным Духом. Wir erlauben es uns, den Kontakt mit dem Schöpfer, den Kontakt mit dem Heiligen Geist aufzubauen, um die eigene Bestimmung zu spüren, um den eigenen Weg zu spüren, um den Willen des Himmels zu verstehen und wahrzunehmen. Und stellt euch vor, ihr geht mutig nach vorne und spürt genau, was zu tun ist, was euer das Wohl bringt und den anderen. Sehr klar und deutlich versteht ihr, wie ihr mit eurer Realität umgehen müsst, wie ihr auf beste Art und Weise handeln müsst im Leben. Der Jiva-Strom fließt noch tiefer und wir auf der Ebene der Augenbrauen öffnen wir ein blaues Chakra, so groß wie es nur möglich ist und wir erlauben es uns, hell zu sehen, hell zu hören und hellwissend zu sein, und wir erlauben uns die Möglichkeit, mit den Ahnen kommunizieren zu können, mit den hellen, hohen Geistern kommunizieren zu können, die fähig sind, uns auch zu helfen und uns zu unterstützen. Und fühlt, dass ihr in diesem Leben nicht alleine seid, ihr habt immer jemanden oder sogar etwas, was euch unterstützt, was euch hilft, was immer bei euch ist. Die Seelen, die für euch als Helfer oder Partner auftreten können oder Mentoren auftreten können. Und ihr könnt von hier aus besser mit der sichtbaren und unsichtbaren Welt kommunizieren. Und der Lichtstrom dringt noch tiefer in den Körper. Und auf der Ebene zwischen den Schlüsselbeinen öffnet sich eine hellblaue Rose. Öffnet sie so weit, wie ihr könnt. Und wir schicken die Energie durch dieses Chakra, welches für unsere Kreativität zuständig ist. Und unsere Kreativität fühlen wir von oben mit dieser живer Energie. Um auf eine neue Stufe zu kommen, eine neue Entdeckung, neue Errungenschaft zu haben. Und wir öffnen unser Bewusstsein einem neuen Wissen, dem erhaltende neue Informationen, was euch hilft, ganzheitlicher, harmonischer zu sein. Und wir lassen den Schönerstrom noch tiefer durchdringen. Und wir lassen den Schönerstrom noch tiefer durchdringen. Und auf der Ebene des Solarplexus öffnen die grüne Chakra. Und wir öffnen sie so groß, wie wir es uns vorstellen können. Und sieh, dass die Beziehungen zu anderen Menschen bei euch sich verbessern, sich harmonisieren. Die Menschen beginnen besser mit euch umzugehen. Ihr könnt viel besser Abmachungen treffen, Übereinstimmungen. Ihr trifft auf herzliche, auf harmonische Menschen. Und ihr bekommt auch Vergnügen aus diesen Unterhaltungen und Kommunikationen. Egal, wo ihr hingeht, wo ihr euch befindet, es sind immer harmonische Leute um euch herum drin und gegenseitiges Verständnis. Und das führt zur Harmonie für euch, aber auch für alle Menschen, die euch umgeben. Und wir lassen den Schönerstrom noch tiefer hinein dringen. Und auf der Ebene 10 cm über dem Bauchnabel öffnen wir das gelbe Chakra. Und wir öffnen dieses gelbe Feld so weit, wie wir können. Sieht, dass das Universum euch Geschenke macht. Vielleicht habt ihr ein größeres Einkommen. Oder habt ihr andere finanzielle Zuflüsse. Das passiert auch sehr harmonisch und einfach. Oder ihr bekommt zusätzliche Kunden, Klienten, zusätzliche Möglichkeiten im Leben. Wir sehen das Geld als eine Art Energie der Liebe und wir schicken diese Energien ins Universum und bekommen diese Energie auch zurück. Und sieht und versteht in dem Zustand, dass Geld eigentlich einfach und leicht ist. Und wenn ihr offen seid, euch dabei nicht anstrengt, dass Geld sehr leicht zu euch fließen kann. Durch euer professionelles Wissen, durch etwas, was ihr persönlich für die Menschen tun könnt. Und ihr erlaubt es, mehr und mehr Geld in euer Leben zu fließen. Und ihr könnt es euch ohne Probleme leisten, zu lernen, euch weiterzuentwickeln. Und wir lassen den Jiva-Strom noch tiefer hindurchdringen. Und wir lassen den Jiva-Strom noch tiefer hindurchdringen. Und wir lassen die Energie in dieses Chakra hineinfließen und harmonisieren die Ebene unserer Beziehungen mit Männern, mit Frauen, mit unseren Partnern. Und wir öffnen uns die innere Freude des Lebens, die Fähigkeit, Schönheit zu sehen, die Fähigkeit Glück empfinden zu können. Und wir erlauben es uns, unseren Wünschen in Erfüllung zu gehen. Wir erlauben es uns, Magier zu sein, die Schöpfer zu sein unseres eigenen Lebens. Und wir leiten die Aufmerksamkeit auf das Steißbein, öffnen das rote Chakra. Und wir füllen es mit dem goldenen-weißen Jiva-Strom, der vom Zentrum des Universums hinunterfließt. Und wir öffnen dieses Chakra so groß und so weit, wie wir nur können. Wo wir uns befinden, wo wir sind, beginnt sich unser Körper zu regenerieren, gesund zu werden. Wir fühlen uns hundertprozentig gesund. Und wir leiten die Funktion der Verjüngung ein für unseren Organismus. Und jetzt, wo wir die wichtigsten Chakren geöffnet haben, fühlt sich, dass sie in Resonanz kommt mit dem Jiva-Strom. Und ihr seid jetzt im Einklang, in Harmonie mit dem Jiva-Strom. Und mit dem Fließen der Energie könnt ihr euch durch das Leben genauso bewegen, wie ein ruhiger Fluss. Ihr könnt das annehmen, was ihr nicht verändern könnt und was angenommen werden muss. Oder ihr strengt euch an bei den Dingen, die man verändern kann und erreicht dadurch viel mehr. Und spürt, nehmt euch selber, wie ein Fluss war, der fließt und spürt, welche Dinge, Hindernisse man umfließen muss, wo man sich anpassen muss, wo man ihr ein bisschen Kraft investieren muss, um da durchzukommen, um das Nötige zu erreichen. Spürt, dass ihr den Segen bekommt von der spirituellen Welt. Die göttliche Lebensenergie segnet euch. Spürt, dass ihr jetzt mehr Kraft habt, mehr innere Harmonie habt. Очень ярко und четко. Представt ihr, dass ihr die notwendigen Ziele erreicht habt. Spürt klar und deutlich, dass ihr die nötigen Ziele erreichen könnt und diese auch erreicht. Und das passiert ganz automatisch. Auf die harmonischste und angenehmste Art und Weise. Purchtet, dass der Potok Ziele уже впереди вас arbeitet. Harmonisiert euch und samastraiert euch mit der Realität. Spürt, dass der Ziele Strom, der arbeitet bereits für euch, der harmonisiert euch und lässt euch im Einklang mit dem Universum schwingen. Wir fühlen uns im Hier und Jetzt. Und wir bedanken uns beim ursprünglichen Licht. Und bedanken uns bei живem Mütterchen. Ihr könnt euch jetzt erleben, dass ihr euch leichter, harmonischer im Einklang, also mehr im Einklang mit dem Sein. Und für heute haben wir lange genug gesprochen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich bin froh, euch zu sehen bei unseren weiteren offenen Veranstaltungen. Geht eure Freunde ein, stellt Fragen, schreibt euch die Fragen auf, um die nicht zu vergessen. Stellt sie uns das nächste Mal, damit auch die nächsten offenen Einheiten sich ganz interessant gestalten lassen. Und natürlich werde ich sehr froh sein, euch bei unserer Ausbildung dabei zu haben, die dann etwas länger dauert, die im September beginnt. Danke für die Aufmerksamkeit, viel Glück und ich wünsche euch zum nächsten Mal. Danke. Aufnahme gibt es dann auch in allen Gruppen von heute. Bis zum nächsten Mal.